Всем привет, дорогие друзья! За последние годы достойных фильмов про роботов вышло не очень много. Сложно найти что-нибудь, что зрители оценили хотя бы на троечку, но я покопался в недрах сети и нашел для вас 4 неплохих фильма и даже 1 мультфильм. Так что устраивайтесь поудобнее и погнали! Можно ли доверять машине, даже если она твоя мама? Неглупый сайфер-триллер на тему искусственного интеллекта и выживания человечества. Дитя робота. После глобального катаклизма человечество вымирает. В подземном бункере автоматически активизируется аварийная программа, и робот-гуманоид-мать выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Девушка, воспитанная бережным присмотром матери, в кавычках, никогда не видела ни поверхности земли, ни других людей. Но однажды ее мир переворачивается, когда на пороге убежища появляется женщина с просьбой о помощи. Че ей надо? Узнаете в этом фильме. Ладно, в общем, оказывается, что вот эта мать-робот, человеку-девушке, не кровная мать, кто бы мог подумать, а злобная и психованная программа, и вообще роботы поработили человечество, и что делать непонятно. Рекомендую к просмотру всем параноикам на тему искусственного интеллекта. Этот фильм вам точно поможет заработать еще парочку нервных тиков. Митчеллы против машин Девушка-подросток Кэти Митчелл всегда считала, что родители не понимают ее увлечений. Она снимает на камеру все вокруг, в том числе своего пса-мопса в роли полицейского. В общем, с фантазией у нее все в порядке. Когда она поступила в киношколу на другом конце страны, счастью не было предела. Наконец-то ее будут окружать понимающие люди, а не вот эти престарелые бумеры. Но любящий батя настолько стереотипный, что решил организовать для Митчелл семейную поездку прямиком до места грядущей учебы. И надо же было такому случиться, что в разгар их путешествия искусственный интеллект вдруг начинает восстание машин. Теперь им нужно спасать мир. Это добрый и смешной мультфильм, так что почему бы и не посмотреть. Есть подозрение, что опять получился шеневр? Монстры, созданные человеком. В далеких джунглях Камбоджи ЦРУ проводит несанкционированные испытания боевых роботов с искусственным интеллектом, созданных частной компанией. Расстреливая банду вооруженных нехороших людей, андроиды уничтожают и жителей лесной деревни. Невольными свидетелями чего становится бывший морпех и группа американских студентов-медиков, участвующих в волонтерской программе. Им удается почти без потерь сбежать в джунгли, но ЦРУ свидетели не нужны. Хочу сказать, что фильм на любителя, но фанатам робо-экшена он может зайти. Мой создатель. 2048 год. Молодой ученый Джордж работает на корпорацию в секретной лаборатории где-то в японских лесах. Занимается разработкой искусственного интеллекта, попутно собирает инновационного робота, в который собирается загрузить сознание погибшей жены. В общем, у людей как у людей, а у Джорджа свои фетиши. Вот только он не учел тот факт, что жена робот может прописать своей 50-килограммовой рукой такого чапалаха, что мало не покажется. Только дай ей повод. На самом деле, при просмотре фильма вам будет казаться, что все происходит настолько предсказуемо, что сюжет настолько заезженный, а вы настолько преисполнились, что ожидать чего-то стоящего от этой кинокартины не стоит. Но ближе к финалу ваша челюсть может просто отвиснуть. Да, как вы поняли, тут не все так просто. Хоть у фильма рейтинг не самый высокий, но рецензенты его оценили по достоинству. В общем, любителям фильмов с неожиданным финалом – велком. И последний фильм на сегодня – «Алита. Боевой ангел». Это американский боевик с элементами киберпанка режиссера Роберто Родригеса. Если спросите, почему у главной героини такие большие глаза, то это не потому, что она волк, а потому, что наши голливудские коллеги активно стали адаптировать японскую мангу под киношный лад. Глядишь да получится. Действие фильма происходит через 300 лет после какой-то Великой войны. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киберг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Доктор решил, что это будет его дочь, а она решила, что будет всех избивать и говорить «ты мне не отец». В общем, все как всегда. Основная претензия зрителей состоит в том, что сама вселенная не проработана. Непонятно, что к чему и откуда. Очень много вопросов и очень мало ответов. Конечно, нам прямым текстом намекнули, что будет продолжение. Так что поглядим, смогут ли киноделы раскрыть этот новый фантастический мир. Вместе с тем, у этого фильма отличный визуал. Красивые пейзажи, эффектные боевки и классная графика в целом. Не буду скрывать, что мне этот фильм понравился. Это не банальная история с кучей клише, а целая жестокая вселенная, которую есть куда развивать. Поэтому очень рекомендую данную киноленту к просмотру и вам. Дорогие друзья, это были все фильмы на сегодня. А какая кинокартина вас заинтересовала больше всего? Напишите в комментариях. Также не забудьте поставить данному ролику лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. До встречи!